давай запись пошла он я во сне естественно как ты в какой-то казарме стал по столовой при казарме хомячила целую тарелку еды которые я я по наивности дома что я набрал на двоих пока я ротом щелкал ходил напитки забирал там чуть подальше прихожу уже это был мир интересный казармы до общества военизированы прям как в игре эндера еще один блин документальный фильм он достал скажи что ты помнишь мимо того что отличалась отличным аппетитом ряха такая была хорошим чувством юмора но это спорно но зато у тебя там не было ряхи ты такой худенький маленький был ну конечно если я все обжирала слушай жрать должен был кто-то один я хорошо помню этот мир на самом деле илья может быть не все помню но помню многое помню что там была или уния или союз из семи планет они были объединены общее скажем так правительство и общие военный флот скажем так это было ну как я вижу четыре планеты которые поставляли там скажем так ну сам именно флот оборудования и три планеты которые были как сельскохозяйственный предаток детей забирали из семьи примерно в возрасте 10-12 лет до этого было какое-то как домашнее может быть обучение потому что я помню как на руках и экран большой пальцем тыкаю и кто-то сзади женщина сидит вероятно мать что учила но то есть дети не были совсем не подготовлены на уровне 10-12 лет они отправлялись на учебу которая была более развернута скажем так не так как у нас школа там где которые какие-то азы преподают а потом уже высшее образование где уже более направленно а там как для всего должны были подготовлены но вот себя я помню да это было что-то военного типа там женщины и мужчины имели общие права это не было феминизмом потому что феминизм это борьба за какие-то права а там изначально они были равны то есть насколько я помню мы девочки мы просто жили в отдельных комнатах это не было как показано там в игре эндера что огромные казармы там американские просто похоже на общежитие на 10-12 коек были кровати насколько я помню я помню что нас забрасывали на тренировку на каждую из этих семи планет для того чтобы мы могли но в случае если нужно было вести боевые действия чтобы мы могли ориентироваться полностью в климате и вот в зоне в каждой из этих планет это хорошо помню что еще рассказать в принципе люди были абсолютно такие же как и здесь люди практически ничем не отличались только то общество в котором скажем так мы жили та планета на которой мы тренировались это было но очень развитое общество намного более развитое чем наше скажем так в плане в техническом плане компьютеры там были немного не такой формы и возможно у нас когда-то и дошло бы до таких компьютеров но на том уровне на котором я помню здесь на земле такого нету экраны огромные интерактивные на каждом столике вот где парта и столы мы просто перемещали мы просто учились прям там как погружались туда в эти компьютеры и что-то прям оттуда нам шла информация и там мы моделировали как думать в компьютер условно да да мы именно такое впечатление что мы именно думали в компьютер да у каждого там было место где сделал как столик да за каждым как закреплено не знаю может там подключение было каждому этого я не очень помню но я знаю что все сидели на своих местах и примерно да там мы были как пехота какая-то не пехота но как кто-то кто именно учился вряд ли но может и пехота потому что я помню что нас высаживали вряд ли правда но нас высаживали на разные планеты для того чтобы мы там вели какие-то это была подготовка именно к вторжению на уровне физических тел на именно нас учили на физическом уровне бороться если будет какая-то армия скажем так это было после какого-то восстания я помню что на некоторых планетах некоторые из этих планет скорее всего те три насколько я сейчас понимаю которые были больше разбомблены которые не принимали участие в составе флота у них не было их представителей скажем так они были достаточно сильно разбомблены и их как подтягивали как поддерживали но все семь правительство было общее я помню что смотрели иногда как по экрану такому это не новости но что-то на наподобие наших новостей и правительство было одно на все семь планет понятно что на каждой из этих планет вероятно было какие-то представители власти но это было полное объединение вот ну как я говорю как штаты объединенные да отдельно но одно государство такие эти планеты были звездный десант и игра эндер да что-то общее вот то среднее между этим этим костюмы даже помню военные вот эти формы которые но мы носили там девчонок помню с которыми 12 человек нас комнате жила помню там были панорамные серые и зеленые да что спали просто ну как садились так и спали в перелетах на нас возили очень часто вот из планеты на планету где у нас были как базы мы постоянно должны были уметь ориентироваться на каждой из этих планет если бы там пришлось вести какие-то военные действия чтобы для нас это не было вновь тот климат или та планета чтобы мы хорошо ориентировались то есть армия была общая на семь планет я насколько помню очень хорошо развитое было общество очень хорошо мы до этого уровня на земле но не дошли реально у нас компьютеров не было нас была красная ртуть а там что-то другое хорошие десантные боты были впечатление такое что мы думали прям компьютерами понимаешь это был какой-то симбиоз обычного компьютера с квантовым компьютером человек выступал человеческий мозг выступал как аналог квантового компьютера присоединение было какое-то именно компьютера мы просто думали этими компьютерами мы могли управлять не так как вот клавиатура мышка на каком-то другом до связь на другом уровне было пластинки какие-то как приклеивались вот сюда вот 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 тут и вот тут вот на лбу были вот так да 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 но и вот здесь и за ухом что-то вот тут маленькое совсем было за ухом что-то такое как зернышко прям иногда оно боле болело иногда не знаю почему но я помню у меня болело вот прям за за ушами вот здесь вот внизу оружие было учили обороняться учили именно оружие использовать очень много было тренировок просто физических тренировок очень много было не так как в игре эндера что какие-то симуляции нужно было там летать или что все более менее может и такое было но все более менее было скажем так нас готовили к реальной жизни к реальным боевым условиям и вот там оружием управлять нужно было такое было как длинной формы прямоугольный какой-то вот не совсем но вот такое где-то не очень тяжелое не пулями стреляли нет не пулями там не там не нужно было заряжать его не перезаряжать нужно было это очень легкий материал был не так как у нас оружие оно оно вес имеет взять там автомат или что угодно оно тяжелое это было какой-то я не могу сказать что металлопластик но вот что-то вот такого плана что очень да что-то очень прочное и в то же время легкое очень его не было тяжело собой таскать на этот счет было легко как вот полосками металла что-то как он свет какой-то вот так и вот это вот все что сверху прямоугольное ну как перенаправляла все это волна лучи интересная вещь у нас лазер это свет во все стороны потом он фокусируется там нет там шла именно да 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 там именно вот так шло что-то и и было что-то наподобие наших гранат но не гранаты понятно а что то что можно было вот именно бросать и взрывать на на какую-то вот это было но я не уверена что там был порох но что-то что можно было да типа луч да какие-то два кольца и цилиндр вот так их рассоединяешь и ну я насколько помню что вот рассоединяешь и бросаешь одно а второе нажимаешь как знаешь вот тут в руке как как это называется что нажимать да нет 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 не кнопка ну не активатор ну ладно не да вот вот так вот просто два кольца таких и вот такая их разнимаешь одно бросаешь а второе в руке управляешь вот нажимаешь и она там взрывается или не взрывается но оттуда идет какое-то разрушение чтобы взрываться смотри если у нас допустим граната там где-то порох какой-то что-то есть да емкость какая-то там было именно как кольца то есть емкости никакой не было там как свет начинает идти да да и вот именно разрушающая сила была довольно большая это тоже нужно было бросать но это уже было потяжелее это было уже с какой-то специальным сплавом и она утяжеляла эти кольца были тяжелые вот это вот что вот здесь вот висела она была легкая а вот тут было тяжелое а вот здесь вот висела это что прямоугольной формы то что мы смотрели оружие да нас там учили воевать то есть некоторые планеты только недавно оправились после какой-то разрушающей войны после какой-то борьбы как какие-то беспорядки еще были и бросили один раз с учебки на успокоение не то что подавлением а вот просто ну какое-то успокоение да было не все видны были воинами нет абсолютно не все воины отбирали только на самых скажем так я не знаю по каким там критериям да или лучших или генетически более подходящих жили там дольше чем нас я не могу сказать что там по 500 лет ну лет по 120 примерно такого возраста были 80 это было но еще не предел скажем так и как-то вот медицина была очень хорошая быстро как знаешь если разорвал там кожу нас учили накладывать швы ну то есть это не был шоу в нашем понимании как зашивают да а вот как пластик такой раз 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 и она затягивает и вот это быстро тело генерация тела происходило быстро если было какое-то повреждение или что-либо такое ну и да учили очень много мы работали за компьютерами но там было просто потому что просто думать по полностью да просто думать нужно было еще самое подлое что среди ночи часто подымали и денег не было кстати я понимаю что это было как вот какие-то у нас то вообще у нас то вообще что ты съел если там увольнительный у нас то вообще денег по-моему не было а это надо было я в смысле вообще в обществе иначе все дело стало по-другому это было там было как-то все просчитано очень сильно что ну не излишество скажем так а только то что необходимо но при том уровень того необходимого был очень высокий я немного помню себя в детстве и немного помню себя до того как меня туда забрали в эту казарму мама была очень рада что меня забирают я плакала что меня забирают я маленькая была да ну что мне там 10 лет было когда забирали а мама была прям такая довольная и я теперь только думаю что она такая довольная это была как гордая была очень что меня забирают Может, я ей мешала, может, я не только тебя объедала. Не то, что треугольное, но вот... Ну ладно. Сколки у хомячка такие нормальные, хорошо? Ну, конечно. А я уже съела. Сожрала твою пайку, конечно, буду рушать. Небо других деталей не помню. Сейчас полезу, как всегда. Как всегда сейчас мне требуют вот это вот подгружаться. Подгружаться, да-да-да. Молодые, я помню. Нам на уровне 14-15 было лет. Да, масса. Вот, да, ну вот вообще еще. Ну вот, не подростки, ну подростки, можно сказать. У нас разные курсы. Ну как, столовые общие. Общались вместе. Какие-то учебки общие. У меня какая-то специализация была другая. Да. Какая-то общая пехота просто. У меня что-то такое. Нет, пилотирование всех учили, а там что-то еще. Пилотирование всех учили. Планирование операций. В защите всех учили, да. И еще какие-то функции. Ну были общие, скажем так. Ну как вот в институте по группам там было разбито. Я тебя в своем классе не помню. Вот там, где я занималась, там в основном девчонки были, и, наверное, два или три парня всего были вот в том классе именно. Это было, ну, не пехота, а что-то другое. Потому что очень много за компьютером этим проводили время. Я не могу сказать, что это точно было. Ни построение, ни прогнозирование. Я не могу понять, что. Но что-то мы очень много в этом компьютере. И знаешь, как вот наши игры, вот эти стратегии, да, что нужно там было. А что мы делали, я фихиво знаю. Я не помню. Я только помню наш класс, девчат помню, которые там сидели. И помню, что, да, три парня было. Ну, они такие повзрослее уже были. Или побольше. Ну, такие более взрослые, скажем так. У меня какое-то просто проникновение было. Вот слово проникновение пришло. Им, наверное, лет по... Мысли врага, что ли, не знаю. Им, наверное, лет по 17 было. А ты был помоложе чуть-чуть. Ну, вот, от 17, да. Худой, да. Как на Дюне, худой. Только, да, на Дюне ты был, ну, такой, рост, ну, среднего, высокого, а там ты был такой щупленький очень паренек. Ну, наверное, возраст еще был такой, что еще не успел вырасти. Там было жестко. Это была очень серьезная подготовка, насколько я помню. Там нельзя было, ну, никаких вольностей прям там разговаривать или что-то еще. Там, помню, у нас тетка была, командирша, вот эту коргу точно вспомнила. Вредная такая до ужаса. Вреднее тебя? Так не бывает. Я только помню, что я пыталась с ней пререкаться, и за это несколько раз что-то там меня очень сильно не штрафовали, там не было такого, ну, какие-то наказания я несла. Помню, меня там даже отчислить хотели, из-за того, что я с этой теткой вечно ругалась. Насколько это можно было ругаться? Ну, физического наказания там не было, я такая своевольная была, это помню. Тебя видела часто, но только так на общих занятиях, на каких-то видела. Там, где ты учился, у вас группа была более узкая. По-моему, у вас там было или пять, или шесть человек, не больше. У вас очень маленькая была группа, и там были почему-то только парни. Ну, там как по уровню, по какому-то, знаешь, отбирали самых каких-то, не знаю кого, ну, лучших, не лучших, но у вас было… Помню, все вредных, да. Да. Самых вредных туда отбирали, где ты был, вот точно. А я все пыталась найти это слово. Зато красивые шевроны и серые формы. У всех было зеленое, а у нас какие-то… Да, но у вас там было… Вы там были почему-то сами парни, ни одной девчонки там среди вас не было. Или пять, или шесть человек у вас было всего лишь. Та группа, где вы учились. И поэтому так нравилось издеваться над теми, кто вот вы такие все. Если можно было сожрать, значит, и сейчас бы сожрала. Несмотря на то, что я на вечной диете. Не тогда. Тогда нормально. Тогда да. Хорошее было время. Жесткое очень, но хорошее. Какой-то десант был странный. Это не парашюты, это что-то другое. Но нас учили вести полномасштабные бои. Помнишь? Нет? Я помню, как перелетали. Сейчас у меня только… Только начало подгружаться. У меня же иначе маски работают. Нам нужно через ощущения пойти. Костюмчик помню. Он как маловат уже был в то время. Но он… Я же расту, а там костюмки не очень. На какое-то время выдавалось там. Ну, буквально там на полгода там или как. Вот форма. Думал много. Я помню какую-то противную рыжую девку. Такую противную-противную. Я с ней дралась. Мы еще с ней спали как рядом. Но вот через проход какой-то. И вот за что меня и ругали там, что я с ней несколько раз подралась бы. Нефиг глазки строить ходить. Поэтому и подрались. Девочек свой мир. В любой вселенной. Вот эту крысу помню. Реально крыса Илья. Ну, тебя иди. Мы домой практически не ездили до окончания курса, который длился больше шести или семи лет. Никто домой не ездил. Там не было такого, что каникулы развозили нас по домам. Там как постоянно можно было на какое-то время взять, три-четыре дня поехать. Но там не было как летние каникулы, зимние каникулы, еще какой-то ерунды. Там постоянно это как забрали, ну, поехали туда дети. И пока уже не стали взрослыми, пока уже не отучились, там просто муштровали очень сильно. Никто никуда не ездил. Ну, аналог армии только очень длительный. И армия тоже. Ну, это было как длительное и для всех. Интересно, и планеты эти помню. Некоторые разрушенные, которые только, знаешь, как в шрамах оживали. На нас там люди смотрели так как-то, знаешь, как с восхищением каким-то. Собо они пришли. Ну, знаешь, да, как вот мы какая-то элита, мы считались там, наверное, военных, и считали элитой какой-то. Там были более такие сельскохозяйственные какие-то планеты, насколько я понимаю. Люди более такие, не слишком развитая экономика, и вот не слишком вот такие интерактивные, скажем так, все вот эти гаджеты, все вот это, что можно. А некоторые планеты очень развиты были хорошо. Но у нас как по всем планетам мы летали. Они были, я не знаю, но мне не кажется, что это слишком длительные были перелеты. Это не занимало там ни месяцы, несколько дней, возможно, но это не было настолько длительно, что там четыре года лететь до Марса, условно говоря. Да, вот как-то быстро. И, по-моему, мы там спали, когда нас привозили. Но только нет, как показывают, заливают жидкости. Нет, нет, нет. Ложишься, да, ложишься, и как отключаешься спать, да. Это не было как никаких жидкостей, никаких там подключений, ничего такого не было. Как десанты обычные. Вот сидишь, потом разложил кресло, полулег, и просто вот ложишься, все. Свет гаснет, ты засыпаешь через какое-то время, через несколько дней, через несколько недель, вот просыпаешься, и всё, когда прибывают. Но это не было, чтобы постоянно там. Ну, недель там как-то. Дней там, возможно, да. Но не ощущалось, потому что летали. Но мы учились в одной, я знаю, какой-то, или это учебка, или это армия, что, ну, сталкивались и летали часто вот туда-сюда. Как-то вот все вот эти группы войск, скажем так, между собой учили нас вот синхронизироваться, или как что. Вот и одна группа, и вторая, и третья, если выезжали на учения, скажем так, то выезжали абсолютно все. Каждый должен был уметь что-то другое делать. Подготовка, скажем так, к физическому бою должна была быть у всех. Это да. Не только там. Какие-то основы всем. А потом специализация уже пошла. И вот на специализацию я ушел. Мы как год вместе как-то учились больше, а потом уже... Наверное, больше, да. А потом вот какие-то... Больше специализации. Да. Вот это мы там учили. Ко-начале все погружается, меня, как всегда, крутит. Нужно перестроиться на ту энергетику, на те маски. Там как-то выбирали, знаешь, это не староста было, это не был там какой-то, но кто-то, скажем так, от общей группы два человека там или три человека для какого-то штурма, скажем так, ну не в плане для физического штурма. Да, вот для... Вот от каждой, скажем так, ну если это брать условно, там космонавты, это летчики, это еще кто-то, это еще кто-то, то от каждой из этих групп бралось два-три человека для какого-то общего. Ну я не знаю, зачем это было нужно, но вот таким образом, как, знаешь, выбиралось какое-то ядро. Руководители, и там был, я помню, вот этот коллектив, который, скажем так, наставники, мы их не называли, там капитаны, кто там, они были у нас наставники, не учителя, а вот именно наставники были. Помню, что, ну, после тренировок очень тело болело, и какая-то мазь такая классная была, что намазываешь вот ноги, все, и мышцы не болят. Вот это классно было. Буквально перед сном там намазался, намазался, и просыпаешься утром, как вроде не бегал целый день, а нормально себя чувствуешь. Это круто было. Я помню, я там мозги себе ломал, только не помню пока как. Примерно как сейчас меня ломает. Но не помню детали пока. Ну, интересно. Там, знаешь, там, знаешь, вот как классы были. Первый, второй, третий, там это младшая школа, потом идешь в старшую школу, ну, условно говоря, вот учебка, дальше какой-то тренировочный комплекс, а после тренировочного комплекса был уже управляющий комплекс. Какой-то вот таким образом это нужно. Как ты это увидел, Рой? Пожалуйста. Где? Бегрендера в смысле. Да. Да, там очень много чего. Почти ничего не приукрасили. Вот вообще. Если в Дюне они приукрасили там конец, как меня убили, и не показали. Они много чего там в Дюне переврали. Очень много. В Звездных войнах красивую сказку показали. Вместо того, что было на самом деле. Красно-черный подминал ту планету. Потому что там всю силу на себя, там люди просто жили этой силой, и это был не меч, это просто, это мог быть и головое поле, и меч, и копье. Вот тут было общее сопротивление всему этому, но он все равно подминал. Ну да, в итоге была одна битва, бой. Тут, вот по крайней мере в части быта, устройство обучения, почти все показали, верно? Из других планет мы не очень любили, были какие-то планеты, мы их считали, ну не то, что плебеями, не очень хорошо к ним относились, мы их считали не дикарями, да, да, мы их считали какими-то такими, знаешь, простушками, как вот сейчас в Москву приезжают там провинциалы, знаешь, условно говоря. Мы не любили там некоторых таких, ну относились к ним так, но они тоже хорошо, они старались, учились. Девчонок я точно оттуда помню. Хотя я же говорю, у нас в группе у нас было и три, по-моему, парня было в нашей группе. То есть нельзя сказать, что это только для девочек, это только для мальчиков, нет. На каком-то уровне общеобучения. Да. Ну а потом, когда уже шли более-менее так как разделенные, тогда уже шло, ну выбирали скорее тоже по способностям или по каким-то другим критериям. Там один парень был, которого ты постоянно вытаскивал, как тащил за собой, он такой противный был и вечно пытался тебе какие-то козни ставить, а ты не видел этого и так ему помогал, всё время заступался за него. Он такой большой был и ростом высокий и вообще противный. Я ты этого не видел, что он противный. Не наемся. Сейчас чуть-чуть отойду и ещё поговорим. Спасибо.